Это даже на речь не похоже. Вот это английский! Здравствуйте! Я ещё никогда так не смеялся, когда готовился к выпуску. У нас Джимми Феллан, ведущий вечернего шоу, и Николь Кидман у него в гостях. Давайте послушаем, о чём они говорят. Будет беглая речь, без субтитров сегодня. Очень жёсткая тренировка на слух, но оно того стоит. Это сильно прокачает ваше аудирование. Поехали! Так, я уже начинаю смеяться, хотя ещё ничего смешного не было. Мы слышим разные акценты. У Джимми Феллана такой типичный американский акцент, и у Николь Кидман австралийский. И Джимми Феллана говорит «version», она говорит «version». Слово «remember», она говорит «remember». А Джимми Феллана «remember». Я не знаю, помнишь ли ты это. Дословно «I don't know if you remember this». Я не знаю, если ты это помнишь. Но мы встречались раньше. Но мы встречались раньше. Она говорит «о, я помню». Ещё раз сравним «remember». Он говорит «и теперь как она». Ты помнишь это? Это было очень стыдно для меня. «Embarrassing» – смущающий, стыдливый. Давайте посмотрим на это слово. «Embarrassing». «Embarrassing» – американская. «Embarrassing» – британская версия. Хотя транскрипции одинаковые, да, но мы прям слышим, что… «Embarrassing». 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 Тут скорее «а», а тут «э». Смущающий, затруднительный, стеснительный. И вот он говорит «it was really embarrassing». Это для меня было очень стыдно. «It was» – он спрашивает «это было? Правда так?» Она «я, да». «Я не видела тебя с тогда», то есть «с тех пор». «Я с тех пор ни разу тебя не видела». «I have not» – он повторяет «да, я не видел». «That is correct». Это верно. «That is correct». Это есть верно. «But this is years ago». Но это годы назад, то есть это было много лет назад. «Do you want me to tell my version of this story?» «Do you want me to tell my version of the story?» «Do you want me?» «Ты хочешь, чтобы я, tell, рассказал my version of the story?» «Мою версию этой истории?» «Она говорит, yeah, tell your version». «Да, расскажи свою версию». Но опять же, он говорит «version», а она «version». Без… Вообще не слышна «r» посередине. Да, вот слово «version» – «версия». «Version» – американская, вот как Джимми Фэллон говорит. И «Version». «Version» – британская вообще. Тут «щ» получается. А у нее что-то не то, не то. «But this is a years ago, and I…» «Do you want me to tell my version of this story?» «Да, you tell your version». «You tell your version». «I'm walking down the street». Ну, в общем, мне все равно нравится, как она говорит. Я обычно не люблю британский акцент, не люблю австралийский. Мне больше всех нравятся американские. Но вот именно как Николь Кидман разговаривает, мне очень нравится. «We've met…» «I don't know if you remember this, but we've met before». «Oh, I remember». «Do you remember this? It's really embarrassing for me». «Yes». «It was?» «Yeah, I have not seen you since then». «I have not.» «Right?» «That is correct». «No». «But this is a years ago, and I…» «Do you want me to tell my version of this story?» «Yes, you tell your version». «I'm walking down the street, I'm in New York City». «Yeah». «А давайте чуть-чуть вперед послушаем эту историю, потом мы ее разберем». «My friend Rick calls me and says, dude, what are you doing?» «I go, I'm just walking down the street. He goes, I have Nicole Kidman with me, and she wants to meet you for maybe to be in Bewitched or something like that. So I go, what? Okay. She goes, I can be in your apartment in like 10 minutes. I go, you're going to bring Nicole Kidman over to my apartment? I'm like, okay, I don't know. What do I do? What do I have something? He goes, I don't know, just get some cheese and crackers or something. В общем, мы слышим абсолютно сырой, необработанный диалог, точнее, монолог в данном случае. Когда человек травит какую-то байку, какую-то историю рассказывает, и это обалденно для практики, еще раз повторю, даже если вам очень тяжело и если вы мало что понимаете, слушайте просто внимательно. Это очень сильно полезно и очень важно. Пожалуйста, попробуйте хоть что-то понять из того, что он говорит с моей помощью. Еще раз, по кусочкам теперь разбираем его монолог. Я дословно walking down the street, иду вниз по улице. Ну вот down the street, конечно же, не будет переводиться вниз по улице, просто я иду по улице. In New York City, в городе Нью-Йорк, иду по улице в Нью-Йорке. My friend Rick calls me, мой друг Рик звонит мне and says, и говорит. Dude, what are you doing? I go. Dude, what are you doing? Чувак, что ты делаешь? Dude, чувак, братан, бро. Dude, dude, what are you doing? Чувак, что делаешь? I'm just walking down the street, he goes. I go. I'm just walking down the street. Обратите внимание, что слово go в данном случае не будет переводиться как идти. И вот когда человек рассказывает историю, у нас это встречалось уже, кстати, до этого в разборах интервью, когда говорится I go, he goes, she goes, имеется в виду я говорю, он говорит, она говорит. То есть в данном случае слово go будет как в русском, если сказать, а я такой, то-то-то, а он такой, подходи к нам. То есть вот в таком смысле, когда вы рассказываете диалог с кем-то, и вот это go обозначает я сказал, он сказал. То есть это не будет ничего иметь общего с передвижением. Вот сначала он говорит, my friend says, говорит, а потом он переходит на go. I go, а я говорю. I'm just walking down the street, he goes. Он говорит. I have Nicole Kidman with me. I have Nicole Kidman with me. I have, я имею Nicole Kidman with me. Nicole Kidman со мной. То есть у меня со мной Nicole Kidman. She wants to meet you for a... And she wants to meet you for... И она хочет встретиться с тобой дословно для, но имеется в виду по поводу. Maybe to be in Bewitched or something like that. Maybe to be in Bewitched or something like that. Быть в Bewitched. Сейчас посмотрим, что это такое. Bewitched – это, оказывается, фильм с Николь Кидман. Какой-то фильм 2005 года. Ну, видимо, по поводу этого фильма она хочет с ним встретиться, с Джимми. Может быть, чтобы на шоу к нему прийти этот... Я не знаю. Короче, по поводу этого фильма у них должна быть встреча. Ну, так Джимми Фелл он подумал. So I go, what? So I go... Okay. He goes... I can be in your apartment in like 10 minutes. He goes... I can be in your apartment in like 10 minutes. I can be... Я могу быть in your apartment. В твоей квартире. Apartment, да? Со словом апартаменты легко ассоциируется. I can be in your apartment in like 10 minutes. В... В... Дословно 10 минут. То есть через 10 минут. I go... Я такой... Are you going to bring Nicole Kidman over to my apartment? Ты что? Are you going to? Собираешься bring, принести, дословно, да? Привести, имеется в виду. Nicole Kidman into my apartment? В мою квартиру? I'm like... Okay, I don't know. What do I do? And I'm like... Я такой... I don't know. Я не знаю. What do I do? Что мне делать? По-русски мы говорим, что мне делать в будущем. А здесь... What do I do? Это же present simple, да? То есть, что я делаю? Как бы, что я делаю в такой ситуации? What do I do? Ну, по-русски, что мне делать? He goes... I don't know. А он такой... Я не знаю. Just get some cheese and crackers or something. Достань сыра и крекеров or something. Или что-нибудь такое. Типа, какой-нибудь перекусон. And I'm like... I'm like cheese and crackers. And I'm like... А я такой... Cheese and crackers. Сыр и крекеры. I don't have dinner party. I don't have anyone over my house. I'm like... I don't have dinner party. У меня не... Типа, я не провожу обеденные эти... Вечеринки, ужинные. Да? Ну, имеется в виду, когда друзья там приходят, все снеки всякие. Ну, такие... Представляете, да? Типичная такая американская тусовка. Типа, я такой... Я таким не занимаюсь. I have video games and sneakers. I mean, I really... У меня ничего такого нет. I have video games and sneakers. У меня видео игры только. И вот я не знаю, что он тут имеет в виду. Батончик, сникерс, сникерс. Или же сникерс, как кроссовки. Короче, в любом случае у него там ничего нет из такого. Напишите в комментарии, что вы думаете все-таки. Про какие сникерсы идет речь. Сникерс, как батончик. Или сникерс, кроссовки были бы. Ну-ка, давайте послушаем. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. And I go, and I go. И я иду, иду. And there's deli. И там deli. Мне кажется, это имеется в виду магазин deli. Так называется. And there's deli. И там deli. I go, what do you mean cheese? И я такой, what do you mean? Что ты имеешь в виду? Cheese, сыр. Типа, что ты подразумеваешь под сыром? Какой сыр? Get brie or something. And he goes, get brie or something. И он такой, возьми brie или что-нибудь такое. Brie это вид сыра такой. Вот так пишется. И вот так он выглядит, этот сыр brie. Get brie or something. Типа, купи brie или что-нибудь такое. Дословно get это получать, доставать. То есть, ну, купи, да, имеется в виду. Купи brie. Brie, I don't even know what that is. Brie, я даже не знаю, что это такое. I don't really know. Я не действительно знаю what that is, что это есть. Я не знаю, что это такое. Давайте еще раз переслушаем этот монолог. Кон Αっぱり, так сказать, что thee брie. Со спнут,Reg元ён за тебя cena. Соplerит, что в целом, подразумевает альфромат isto. pro Männer Believe not. Рассказать материал точно так несколь transportation заявил naszych��. И мне кажется, не знаю, что здесьری Julierokенден как вам вот эта часть сейчас еще раз просто послушать даже на речь не похоже вообще какие-то просто вот так вот примерно по-моему он говорит по-моему такое шоу есть да 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 он джимми фэллон был как раз таки хост ведущим на этом шоу это он пытается вспомнить когда это было он такой типа я тогда наверное еще был на saturday night live или что-то такое i'm on saturday night live i guess я на saturday night live то есть я работал в этом шоу i guess наверное слово guess это догадываться ну или в данном случае типа я думаю мне кажется i'm on saturday night live i guess or something по-моему он сказал или что-то такое i don't remember я не помню when it was really when it was really when it was действительно когда это было то есть я реально не помню когда это было да 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 i'm on saturday night live i guess i don't really remember when it was вот так вот тут нет к сожалению субтитров и возможности это проверить но мне кажется я правильно понял круто да теперь когда это все разобрал и понимаешь на слух я не знаю как у вас но у меня поначалу когда только начинал изучать английский такие вещи меня в дикий восторг приводили когда ты вообще не понимаешь что за кашу говорит человек потом ты разобрался и такой аааа вон оно что было так что надеюсь у вас также i just remember i liked you я просто помню что ты мне нравился говорит николь кидман и давайте сейчас чуть-чуть вперед посмотрим потом разберем так давайте еще раз сейчас вы поймете а а а хотя тут на самом деле без слов понятно тут такие эмоции а i just remember i liked you я просто помню что ты мне нравился потом такая not now типа не сейчас она имеет ввиду что типа она была в него влюблена и он видимо на нее так смотрит типа что правда она такая not now ну типа сейчас уже нет сейчас не влюблена и он такой потом она смотрит на него и такая not now не сейчас i'm married now i'm married now я сейчас замужем i'm married now not that way не типа не в таком смысле не таким way способ да или там путь not that way не в этом смысле так как бы мне не хотелось просто запустить и посмотреть дальше нам надо помнить что это урок our mutual friend она говорит mutual это обоюдный общий взаимный mutual friend то есть наш общий друг давайте посмотрим на это слово mutual 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 взаимный общий обоюдный совместный mutual agreement соглашение mutual understanding взаимное понимание mutual friend вот как раз таки взаимный друг общий друг so rick и так rick our mutual friend наш общий друг says говорит oh you know jimmy wants to meet you says oh jimmy wants to meet you jimmy хочет встретиться с тобой and you can go to his apartment и можем пойти к нему в квартиру и т.д. и т.д. и все такое and i'm single и я одиноко single это один да один single and i'm single я одиноко и я такая ну ладно wait what wait what подожди что what are you talking about о чем ты вообще говоришь did i date Nicole Kidman я что встречался с Николь Кидман типа date это свидание тоже не только дата did i date Nicole Kidman у нас что было свидание с Николь Кидман типа это было свидание я типа продолжаю или там прихожу and you're wearing a baseball cap а ты на тебе надета бейсбольная кепка and like nothing и ничего больше ну может там в шортах был в каких-то там или надеюсь не голый короче just like просто такой I had brie cheese I had brie cheese у меня просто был сыр brie он говорит you didn't say anything you were like hey mhm and you wouldn't talk and you wouldn't talk и ты не говорил you wouldn't talk you didn't say anything you didn't say anything ты не говорил ничего you were like you were like ты был такой hey привет I didn't say mhm я не говорил I was very nervous я очень нервничал I was very nervous I was very nervous я был очень нервным I was very nervous я был очень нервным I didn't know this was the thing I didn't know this was the thing я не знал что это была the thing он сначала хотел сказать date свидание то есть короче шутка в том что Джимми Файл вообще не понял что это Николь Кидман его вообще может рассматривать как типа партнера да как свидание он думал короче вообще не всерьез к этому отнесся потому что он просто не рассчитывал I'm nervous and I'm like ok I didn't know this was a thing I thought this was a movie I thought it was a movie я думал типа дело было в фильме I thought it was a movie я думал что по фильму ты пришла it was like a hang ну это была типа тусовка да to hang out with someone да это зависать с кем-то ну это типа было такое it was meant to it was meant to это должно было I don't know and then you put a video game on or something and then you put a video game on а зачем ты включил видео игру какую-то or something and then you put a video game on to put on a video game to put on a video game это фразовый глагол включить видео игру но здесь она ставит слово video game посередине этого фразового глагола put the video game on понимаете да то есть она вклинила это существительное посередине and I'm like this is so bad and I'm like this is so bad и я такая это так плохо it was like a hang it was meant to just I don't know and then you put a video game on or something and I'm like this is so bad it was bad it was bad I swear and you didn't talk my ass at all I swear она говорит я клянусь сейчас давайте еще раз переслушаем это очень сильно смешно теперь как Николь Кидман говорит I don't remember really when it was I just remember I liked you and he was like not now I'm married now but he was like oh well you can meet I mean I don't I don't I don't know what what that way wait wait what's going on wait what so he says wait so Rick our mutual friend says oh you know Jimmy wants to meet you and you can go over to his apartment and da 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 and I'm single and I'm like okay yeah cool wait what yes what are you talking about yes did I date Nicole came in sure so I go over though and you're there in a baseball cap and like nothing just like I had green cheese and I'm like and you wouldn't talk you didn't say anything you were like hey did you I didn't say I was very nervous and I'm like okay I didn't know this was a this was a thing I thought this was a movie it was like a hang it was meant to just I don't know and then you put a video game on or something and I'm like this is so bad it was bad I swear and you didn't talk at all I swear I swear and she says I swear I swear and she says swear and swear 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 what у нее скорее британское I swear я клянусь and you didn't talk m- сначала сказать, you didn't talk much, потом она прерывается, you didn't talk much at all, вообще, то есть, она хотела сказать, you didn't talk much, вместо этого говорит, you didn't talk much at all, вообще не разговаривал со мной. I swear, and you didn't talk much at all, and so after about an hour and a half, and so after about an hour and a half, и так после about, примерно hour and a half, часа и половины, то есть, примерно через полтора часа, I thought, he has no interest, я подумала, у него нет интереса, то есть, я ему вообще не интересно, it is so embarrassing, опять, это так стыдно. I had no clue at all, clue, это какая-то подсказка, улика, о, я не могу больше смеяться, clue, clue, да, ключ к загадке, улика, нить, I had no clue at all, я вообще понятия не имел, это выражение такое, to have no clue, это не иметь понятия вообще, I had no clue at all, он говорит, я и понятия не имел, что это свидание было. And that's why I left, и я поэтому ушла, that's why I left, так, по-моему, она говорит, вот почему я ушла. Okay, no chemistry, никакой химии, типа, не происходит химия между ними. And then I was like, maybe he's gay. Maybe he's gay, может он гей. Come on! Sit, sit down, sit down, sit down here, take care. Oh, hey, now! Жесть, это реально так стыдно, мне, я, я прям изнутри чувствую стыд за Джинни. And I kind of left and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. Come on! Come on! Sit, sit down, I'm out here, take care. Okay! Блин, давайте, ребят, давайте пересмотрим. Я хочу заново, я хочу все заново. I don't know if you remember this, we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah, I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this was years ago, and I, do you want me to tell my version of this story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street. I'm in New York City. My friend Rick calls me and says, dude, what are you doing? I go, I'm just walking down the street. He goes, I have Nicole Kidman with me, and she wants to meet you for maybe to be in Bewitched or something like that. So I go, what? Okay. She goes, I can be in your apartment in like 10 minutes. I go, you're going to bring Nicole Kidman over to my apartment? I'm like, okay, I don't know. What do I do? What do I have something? What do I do? He goes, I don't know. You know, just get some cheese and crackers or something. And I'm like, I'm like, cheese and crackers? I don't even talk about that. I don't have dinner party. I don't have anyone over at my house. I'm like, I have video. So I go and I go, there's a deli, and I go in the deli. I go, what do you mean cheese? He goes, get brie or something. I go, brie? I don't even know what that is. I'm like, uh. So I go in, and this is like, I'm on Ask Saturday Night Live, I guess, or something. I don't remember really when it was. I just remember I liked you, and he was like, not now. I'm married now. But he was like, oh, well, you can be, I mean, I don't know. Wait, what? Not that way. Wait, wait, what's going on? Wait, what? So he says. So Rick, our mutual friend, says, oh, you know, Jimmy wants to meet you, and you can go over to his apartment, and da, 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 and I'm single, and I'm like, okay, yeah, cool. Wait, what? Yes. What are you talking about? Yes. Did I date Nicole Kidman? Sure. So I go over, though, and you're there in a baseball cap, and like, nothing, just like. I had brie cheese. And you wouldn't talk. You didn't say anything. You were like, hey, mm, mm, mm. Do you? I didn't say, I was very nervous. And I'm like, okay. I didn't know this was a, this is a thing. I thought this was a movie. It was like a hang. It was meant to just, I don't know. And then you put a video game on or something, and I'm like, this is so bad. It was bad. I swear, and you didn't talk much at all. And so after about an hour and a half, I thought, he has no interest. This is so embarrassing. You had no clue at all. And I went on the left and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. Come on! If you didn't give me a like, I actually don't know, why you would then give me a like. So I'm waiting for you to like, comment, and subscribe if you're still not my subscriber. Thank you very much for watching. This was this English English. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.